Крещающемуся в теле Господи в Боярдане явилось поклонение Троицу. Поется в сегодняшнем праздничном топоре. И мы тут снова подходим по необходимости. И понятие Святой Троицы, в него логически упираемся. И проявление ее для всех сегодня в нашем мире, в этом мире, в этой празднике. А значит, тут можно и начать с того, что что такое все-таки и на самом деле это наша Святая Троица. И, заговаривая об этом, первым делом сразу хочется напомнить о том, что во время разговора Креста с апостолами о необходимой вере, нам просьбу в связи с этим апостолом Филиппа, что если Господи для этой нашей веры покажи нам сейчас Отца, и все. И будет достаточно нам ответил с некоторым упором, что Филипп, столько времени я уже с вами, и ты до сих пор не познал меня. Потому что, и того, что видевший меня, видел уже Отца. Сам Господь так сказал. И вот, у меня вот давно, довольно долгое время, готово к несколько таких интересных беседах, кубиться в голове. Заведлено вопросами, например, всех, что сейчас происходит, почему Бог пускает на Земле там то или то. Или, как раньше язык, или люди спрашивают, может ли Бог сделать то или то. И об отношениях между Богом и человеком, и ограничения свободной боли, и про любовь. Но самая большая и главная беседа о сотворении мира и действующих сейчас научных понятиях и представлениях о сотворении или появлении этого мира. Ну и, естественно, так называемого большого зрения, который все ученые еще недавно когда-то, которые все ученые еще недавно совсем, объясняли появление этого нашего мира. И о современной науке, которая давно уже, это наверняка, может быть, даже никто из нас, ну, из вас не знает. А современная науке, которая давно уже совершенно опровергла, так популярную когда-то, эту теорию о появлении нашей Земли и Вселенной в результате этого так называемого большого взрыва. Потому что сейчас, в последние несколько десятков лет, в связи с появлением последних новых телескопов, и в частности телескопа Джеймс Хоу, всем стало ясно, видно стало многое, и стало ясно, что, что было, что если, даже, если и было когда-то что-то наподобие этого так называемого большого взрыва, то он совершенно точно был не один, а их было много, и даже почти бесконечно много. Потому что многие теперь видимые на Вселенной не могли, по мнению ученых, появиться в результате этого вот этого большого взрыва. Но были произведены, возможно, другими такими же взрывами, которых было почти бесчислено много. И значит, что они происходили, скорее всего, всегда, на протяжении всей мировой истории, и бесчисленное множество раз. И происходили почти непрестанно, везде и всегда. То есть, и сама наука тут, по необходимости, подходит к понятию вечности, что вечно все это происходило и вечно уже давно, и вечно все это происходит в мире. А значит, подходит и к Богу. Ведь эти представления, ведь эти представления ученых о проявлении нашего мира так сильно изменились, ну уж кардинально изменились, фактически, всего лишь меньше, чем за 80 лет. То есть, между 1922, когда начиналась появляться теория, и 2002 годом, когда она была окончательно подушена. А что будет через 50 среди этих же ученых? Через 50, через 100, через 150 и через 200 лет. И что узнают еще они тогда? Так что, и сама и в науках думают, рано или поздно, по необходимости, я буду заговорить о Боге, как говорили о Нем уже при своей жизни и многие, и самые известные из этих известных ученых, такие как Эдисон, Ньютон, Гарилей, Эйнштейн, Мариотт, Гальвани, Паскаль, Рей, Максвелл, Вольт, Амберг, Парадей, Лемек, Кельмин, Ломоносов, и еще многие-многие, и большие, естественно, множество, много другие. Но все они, все они, то есть для нашей беседы, предназначены для или совсем не церковных, или очень мало церковных людей, которым они понятны и важны и интересны, которых у нас фактически никогда почти нет. А потом мы не будем пока об этом все глобальном и говорить. Но главный принцип этой беседы прекрасно действует и в нашем вопросе, и в нашем случае, и здесь, и сейчас. А именно, что если бы сейчас появилось, развивалось богословие, и излагалось учение о Святой Троице, то, как и библейское учение о Шестодневеке и Сотворении Мира, оно было бы, учение Святой Троицы, изложено для нас совсем-совсем другими словами, и даже и почти совсем другим языком. Потому что очень уж сильно изменились с того времени и представление человека о мире, и даже его язык, и вообще понятия во всем, и философия, и так далее. Если бы сейчас излагалось учение о Святой Троице, то, думаю, оно выглядело бы, особенно со всеми системы, которые сейчас происходят в правословном мире, выглядело бы примерно так. Так, Бог один или един, но по отношению к миру, Он проявляет Себя, как Троица, или даже и является Троицей в своем соприкосновении и проявлении. И тут можно добавить еще и сказать словами воскресного канона Святой Троицы, который, между прочим, именно появился гораздо позже, чем появился, много сотен лет позже, чем появился Богословий Святой Троицы, то есть ближе к нам, и поэтому выражается языком более понятным нам. «Присущный единый и ты сиянный надчертание небе». Это исканно. «Незлеченно единственный Божий, лицами троеческо являя число, единого Бога славен, трех надчертание небе». И то, что Исаия, опять, опять, это вам нужно объясняться, в своем видее не видел в образе ветхого старца одного, или единого Бога, и которому ангелы при этом дели, именно как Троицы, свят, свят, свят. И что образ Троицы лучше всего, опять, чем известно из канона, передается в человеке, выражен в человеке, да, человеком единственное и трехсияное и лишь божество создало по своему образу, ум ему, одному, ум ему, слово и дух дав. Вот, что такое Троица? И на вопрос, зачем нам вообще тогда были все вот эти вот такие подробности от Бога? От Бога лица? Или, значит, от Бога начертания? Был бы Бог для нас просто один, и не путал бы никого, и не было бы никаких проблем. И ответ на эти...